Мишель Фуко. Именно у него я взял те идеи, которые сегодня я вам расскажу, немного, но взял, и чуть-чуть необходимо про него проговорить. Это такой достаточно известный философ, он, знаете, очень похож на нашего Зюганова и Жириновского. На Зюганова он похож тем, что он левак. Он такой коммунист, коммуняка, прям такой железобетон был. Его идея, кстати, это именно идея коммунистической, чуть-чуть позже вы увидите. Ну, а на Жириновского он похож тем, что он любил больше мальчиков, чем девочек. И говорят, из-за этого умер, но у него была болезнь такая, считается, что из-за этого. Ну, я думаю, что это, конечно, нет. Но вот Фуко известен в философских кругах именно этим. И свои идеи. И я сейчас вам расскажу его базовую такую идею, которую большинство людей знают. Это идея ритма. Я так адаптировал для нашего, для своего сознания, ритмы власти Фуко. Идея такая. Фуко рассматривал этот мир как враждебный, потому что капиталисты. Там везде капиталисты, они всегда эксплуатируют, эксплуатируют людей. А как люди? Люди эксплуатируются. Ну, а почему? Почему они не возьмут кувалду и по этим капиталистам? Вот почему они так не делают? Ну, задумался Фуко из коммунистических своих идей. И написал книгу, в которой сказал, что три вещи вообще очень похожи и одно и то же являются. Это тюрьмы, больницы и школы. Это все одно и то. Почему? Потому что это все институции для создания ритмов власти. Для создания порядка. Вот сегодня был первый звонок. Всем нам был первый звонок. Не только детям, но всем. Что такое школа? Это звонки. Это определенные ритмы. Школа задает ритм. Тюрьма задает ритм. Больница задает ритм. И люди интуитивно вписываются в эти ритмы. И тогда люди становятся управляемыми. Равняйсь! Смирно! Это ритм. Задаются для чего? Для того, чтобы люди, по мнению Мишеля Фуко, чтобы люди были управляемыми. Потому что в любом другом, в любой другой ситуации, людям скажешь, равняйсь. Они заравняются и пойдут дальше. Так происходит управление. Это действительно так. У меня, когда ребенок пошел в первый класс, он изменился очень сильно. Потому что ребенок вошел в ритм. То есть он стал управляемым. В школах, если бы там был хаос, не было этих звонков... Я помню, я в детстве сам у нас был дежурственный звонок. Я включал-выключал. Представляете, я управлял в школу. Раз, вышли, зашли. И мы иногда, я помню, делали так несколько минут пораньше, чтобы людям было хоть небольшое послабление, но тем самым мы сбивали ритм. И вот идея вот в этом. Например, современные школы, и россиянские, и не россиянские, это институции по созданию порядка. Жесткого порядка. Посмотрите на немцев. Это жесткий, четкий порядок. Например, если вы пришли на встречу в Германии, в Кёльне, когда я пришел на встречу за 15 минут на подобное мероприятие, меня отругали потом. Ну, как отругать? Мама, у нас есть миссаргут. Думаг сочетнёй. Думаг сочетнёй. Думаг сочетнёй. Думаг сочетнёй. Штейх. Почему это пришло раньше? Надо было вовремя. Ритмы. Ну и понимаете, к чему это привело в Германии? Потому что ритмы есть, и немцы сказали раз, раз, и они пошли. В России тоже есть ритмы, очень четкие ритмы. Но в России есть следующая проблема. Если эти ритмы снять, появляется 17-й. И у Мишеля Фуко мне понравилась не эта самая идея. Конечно, я использую ритмы. Я использую ритмы в образовании. То есть, если людей вбить в определённый ритм, это очень хорошее, это называется дисциплинарной практикой. Образование невозможно без ритма. Людей нужно вбить в ритмы. Сначала небольшие, потом более чёткие, более чёткие, чёткие, и тогда образование идёт качественно. Там идёт синергетический эффект. Очень-очень сильное образование. В ритме. В ритме это очень важно. Но у меня больше был интерес не к вот этим людям, которых надо вбить. Мне управление не очень... Мне важно управление, конечно, в образовательной среде, но мне важнее другая штука. Империя ист. Максимум империум эст. Высшая власть, это власть над собой. Есть одно существо в вашей жизни, которое требует ритма. Это мы сами. Ну не хочется. Мы же с собой там договоримся. Давай поляжемся. Давай сегодня не пойдём. Ну давай, там поговорили друг с дружкой. Ну там как-то это и всё. Вот ритмы Фуко очень классная штука для того, чтобы себя дисциплинировать. То есть вводишь себя в определённые ритмы и действительно всё улучшается. Сжимается время, ты делаешь намного больше. Ну если есть задача свою эффективность улучшить. Делай ритмы. То есть чтобы каждый раз, например, каждое Божие утро в 7.30 я делаю артикуляционную зарядку. Обязательно. Кроме сегодняшнего утра, потому что я буду в поезде. Боюсь, что я не сделаю, надо было. Ну мало ли, что на меня люди посмотрели. И когда её не делаешь, уже чувствуешь, что что-то не хватает. И когда ты делаешь её, в автоматическом режиме уже происходит, ты думаешь о чём-то другом. Я, например, её делаю, стоя вот так вот на одной ноге. Ну, чтобы заодно и потренировать устойчивость. Думаю, ещё что-то надо сделать, чтобы ещё добавить, чтобы заодно артикуляционную гимнастику ещё море делать. Вообще всё сделайте, что за день, и всегда быть свободным. Это ритмы Фуко. Вот я вас призываю подумать, надо вот это идти. Как для себя придумать этот ритм? Это сложно, я понимаю. Там внутри есть человек и говорит, да чё ты, чё ты, чё ты, чё ты? А вот где он? Как говорил мой папа, надо. Я говорю, кому папа надо? И всё. Текорее понимаю. Меня же. Меня же. Хорошо. Всё, по-моему, у меня, да, по этой части. Пожалуйста, есть ли вопросы? Да. Есть. Я не знаю, Мишеля Фуко, но я слышал, что институт социализации это школа, тюрьма и армия. Выстрелил в ней смерть. Фуко точно про больницы вы говорили? Да, да. У него книга так и про больницы. Он уже занимался ею. Просто интересно, почему в больнице ритм? Со школы это понятно, тюрьма и армия. Вы, наверное, ни раз не были. Были больницы? Там таблетки выдают в определённое время. Там еда в определённое время. Это вот такая институция. Потому что это институция. Через армию как бы все проходят, а через больницу? Знаете, я думаю, следующее Фуко имел в виду, что это же всё-таки 19-й век. То есть это институции 19-го века. То есть психбольниц не было до 19-го века. И школ не было до 19-го века. Были университеты, там совсем другое. И он говорил, что именно 19-й век создал вот эти институции, которые позволили управлять этим социалом. Он говорил это в каком контексте? Отрицательным или положительным? То есть он считал это положительным развитием социума, общества нашего? Или всё-таки отрицательным? Как вы думаете, Зюбанов как сказал в этом контексте про ритмы, которые есть в обществе? Может, это не Зюбанов положительный, а не положительный? Ну, посмотрите, может быть, Зюбанов сказал это положительно, если бы он был у власти. А вообще коммунисты критикуют вот этот капиталистический мир, где люди по звонку... Затругил там звонок, и люди пошли на завод. Такой у нас Советский Союз уже есть. Ну да, им дали попробовать потом. Им дали попробовать, и они как-то говорят, ну вообще прикольная была штука, и сами стали её делать. Но это говорит о том, что да, это не совсем хорошая, ну, марксовская идея не совсем хорошая. А он предлагал тогда какой-то аналог, хороший? Альтернативный? Нет, я не слышал. Он просто что видел, то описывал. И в понятии Левака, что это плохо. Что современная европейская... это же всё критика закат Европы. Что современная европейская цивилизация, она вот построена такие вот, созданы вот эти институции, которые её вот очень чётко... Вот почему армия не подходит? Ну, армия была всегда. Наверное, армия специальная такая институция, которая очень была давно. Но это всё актуализировалось именно в XIX веке. То есть люди разболтались. И чтобы их структурализировать, вот... Ну, наверное, через армию не все проходят, а через больницу, наоборот, больше объём людей проходят. Ну, армия какая-то совсем особая институция была. Ну, например, в Древней Греции армия это вообще была... То есть ты не мог быть гражданином, если ты не служил армию. Мы уже говорим про XIX век. Да, да. Ну, то есть армия это всегда какая-то отдельная институция, а XIX век, да. Хорошо. И я предлагаю следующее. Увидеть в моих действиях, поступках, речах ритм. Ритм. Ритм власти Фуко. Вы здесь сидите. Никто пока на меня не бросился. Делаете то, что я хочу. Ну, да, действительно, делаете то, что я запланировал. Пока, по крайней мере. И я, конечно, набиваюсь это ритмом. Кто может идентифицировать, как я это делаю? Кто может идентифицировать, какие ритмы я задаю? Будет. Если вы это увидите, значит, вы поняли идею. Нет, не пота. Это мотивация к убытку. Кто увидел? Ну, вы время, во-первых, определенное начало. Делите свою речь на какие-то части, подходите. Тоже, наверное, у вас распределены по времени. Я думаю, что главное в вашем выступлении сейчас ритм связан со временем и делением речи. Так, сейчас я расскажу. Идея анонса. То есть в самом начале я дал анонс. Что будет вот так. То есть я сразу хронотоп определил. Ну, хронотоп это место и время. Место здесь. Время вот такое. У нас полтора часа. И оно будет вот так, так, так и так. И, кстати, делается с несколькими задачами. Первая задача, чтобы убрать страх. Потому что люди иногда приходят, думают, фиг вы, что сейчас водой начнет обливаться, например. А так, я сказал, вот так, так, так. Они говорят, а, ну вот так, так и так. Значит, всем не поверили, кстати. Все же поверили. Все поверили. А ну, все, значит, нормально. Значит, будет, будет подключить. Да. Вы что-то увидели. Помимо анонса, то есть вы ведете лекцию похожими блоками. То есть анонс, потом идет подача некой новой информации и потом идет вопрос. То есть вы задаете вопрос, и идет как обдумывание, анализ поданной информации, и слушатели должны включиться. И там поддерживается интерес, то есть активизируется, потому что очень часто, когда лекторы читают, ну, люди начинают присыпать, теряют мысль. А здесь выдан один тезис, проговорен, и слушатели должны его еще раз проанализировать и попытаться активно, скажем так, дать вам обратно. Какой зовут? Таня. Подвините, пожалуйста, руку, кто понял Татьяну. Так, скажите, что сказал Татьяну, потому что я что-то не уловил. Ну, я понял, что ваша речь, как и ваш анонс, это все запланированный план. Что в нем есть какие-то деления. То, что, ну, вы и сказали, что это, как бы, ну... Ну, то, что вы запланировали, да, то есть так оно и должно быть. То есть, может быть, есть ваши речи, ваши интонации, что вы к чему-то можете подводить. У вас запланировано это все. Что у вас есть деление и есть какая-то мысль. Когда вы ее нам выскажете, вы можете обратиться к нам. И это тоже ваш план. Спасибо. То есть, после каждого тезиса идет обсуждение. Татьяна, я еще что хотела сказать? Поправить его? Нет, себя. То есть, не надо его проверить, потому что я его не понял. Поднимите, пожалуйста, руку, кто понял, что сказала Татьяна, и может не сказать так, чтобы я понял. Потому что я, Александру, я понял ее. Татьяну пока нет. Я кратко могу. Нет, Татьяна. Да. Мне показалось, главное быть Татьяна и молодого человека. Не-не, все, это вырезаем, я его не понял. В том, что вы задаете лиц с помощью своей речи. У вас было повышение голоса, иностранный язык, интонация. И вы так интонировали у вас. Татьяна, да? Так. Ну, это, кстати, это нормально, потому что вы все думаете, что мы все говорим об одном и том же. Но вот сколько сейчас здесь людей, столько и пониманий вот этого. И пока мы не войдем в ритмы, этого понимания, единого понимания не будет. Сразу будет видно. Я увижу это пауэро. Сразу они будут все одного цвета, а не так, как сейчас. Я понял вашу идею. Давайте ее... Здесь произошло следующим образом. Как его зовут? Адельена. Вот Адельена. Адельена услышала, ответила сама на мой вопрос и просто его пропихнула в идею Татьяны. Но на ее идею я согласен. То есть в моей речи есть определенные ритмы. Интонационные. И я использую паузы. Тон. Ну и так далее. У меня есть это называется Интонема. Интонационный рисунок. Он у меня очень четкий, жесткий и уже выверенный десятилетий. Вы понимаете, что сказала Татьяна? Вы понимаете, что сейчас вы... Я хотел бы ответить, что вы... Что, 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 что? Вы хотите что-то еще свое сказать? Почему я думал, что я понял Татьяну? Нет, это не важно. Главное, вы ее поняли? Я не знаю. Нет, нет. Для себя вы сейчас знаете, вы ее понимаете, что сказала Татьяна? Быстрее было бы я сказал. У меня была мысль, и Татьяна начала говорить. Нет, я понимаю, что вы экстраверт. И ваш муж или нет, вы хотите вынести нам. Но вы понимаете, что сказала Татьяна? Я додумал. Да или нет? Я не слышал ее. Если вы ее не слышали, вы ее понимаете или нет? Ну, очевидно, нет. Все. А зачем вы рогу бы дымали? Я хотел как раз этот феномен рассказать. Почему так бывает? Я ее не слышал, но если не было, то все. Все. Идея такая, что действительно у человека есть какая-то... эта идея появилась. Это редко бывает. Так как у людей это бывает редко, человек сразу хочет ей поделиться. И он ее впихивает везде. Он говорит, вот я узнал. Это очень важно. То есть это значит, какая-то важная идея возникла. У нас будет время на эту идею. Кто понимает Татьяну? Да. Татьяна сказала, что ритм в вашем выступлении в следующем в том, что вы задаете интерактивность лекции. Вы даете материал какой-то, потом спрашиваете у нас, поняли ли мы или есть у нас какие-то вопросы? Татьяна? Да. Совершенно верно. Меняются ритмы. Совершенно верно. Глубо достаточно. Потому что совершенно верно, это знаете, как переводится? В русском языке это переводится похвала. Молодец. Удавляет. Молодец. И, кстати, похвала, и манипуляция на будущее. И дальше тоже так поступает. Молодец. Ну, Арисовик так говорил, что любая похвала является побуждением, чтобы человек делал это и дальше. И слово «отлично» или «великолепно» или еще что-то, это говорит ему похвали. Хорошо. Да, я согласен, что есть определенный ритм. Например, это монологическая часть и затем я передаю слово «аудитория». Опять монологическая и затем «аудитория». И теперь монологическая часть. Эльтерна贼в g Этот процесс災 и разумеется на обычном шкат. Монологическая часть